как холодно всем большой привет друзья новый день и новый влог и к нам 9 января как видите пришла зима вот не надо уже вот все уже новый год прошел уже мы хотим теперь весну и лето хватит начнет закуролесить вот это вот до самого 8 марта крупа какая-то сыпется и минус 1 как резко похолодало вчера еще с было солнце было тепло я вчера весь день пролежала с головной болью потому как видимо вот эти вот такие вот погодные перепады что говорить обо мне да я еще вроде бы как молодая а вот бедные пенсионеры я представляю как они мучаются когда вот такие перепады особенно те кто метеозависимы как я или те у кого вот гипертония это вообще конечно ну что поделать январь месяц и сегодня у нас начинаются рабочие дни с чем всех поздравляю торжественно да друзья отдыхать конечно хорошо но новогодние выходные закончились хотя я например работала и 3 и 4 и 5 и сегодня конечно же тоже но сегодня немножко у меня там три человека но поработаю алёша вообще у него был выходной только 1 января и 7 остальные все дни он работал так что всем желаю хорошего рабочего настроения я думаю что все мы немножечко отдохнули и теперь снова в бой в будни и с божьей помощью я заложила стирку часть вчера перестирала и сейчас будем станешь кай завтракать алёша уже уехал на работу обалдеть пока я искупалась за 15 минут он уже сколько снега вот нельзя было вот так в декабре перед новым годом а то елки наряжали у нас солнце светило и жара была дачу не доброе утро просыпаемся мы с плюши пришли тебя будить доченька мы сегодня нужна помощь пыль по вытирать по прибираться пока мама будет работать пойдем завтракать ой дочи вчера розочки подарили какие красивые белые розы белые розы подъем доченька готовлю нам завтрак как любит танюшка по ее рецепту адыгейский домашний сыр обжарила на сливочном масле дальше добавила репчатый лучок помидоры черри и залила это все взбитыми со сливками яйцами а сверху немножечко свежий укроп ангела за трапезой нам и всем кто ест ну что мы покушали танюшку припахала она пошла пыль доме вытирать а я пока допиваю свой утренний чай решила выполнить просьбу в комментариях написали попросили спеть колядку которую я пела вам прошлом году не знаю или два года назад уже не помню но в принципе мне не сложно спою еще раз тем более сейчас идут такие святые дни почему бы и не спеть и тем более пока еще время позволяет свободное в иерусалиме засветило солнце радуйся ой радуйся земля сын божий иисус христос родился праздник у встречайте зерном посыпайте радуйся ой радуйся земля сын божий иисус христос родился иисус христос родился снова к нам приходят три праздничка в гости радуйся ой радуйся земля сын божий иисус христос родился а второй то праздник святого василия радуйся ой радуйся земля сын божий иисус христос родился иисус христос родился а третий то праздник святое крещение радуйся ой радуйся земля сын божий иисус христос родился а за этим словом бывайте здоровы радуйся ой радуйся земля сын божий иисус христос родился родился радуйся ой радуйся земля сын божий иисус христос родился ну как всегда с утра не распетая уж простите как получилось зато от души быть добру в каждом дому ой ну какова красота пока я там вам песни пою танюшка здесь уборку делает маме помогает блин у едет скоро помощница моя и опять мне придется все самой но зато сейчас пока лоха друзья выскочила из дома вы только посмотрите какая у нас прям метель настоящая зима пришла ой метель моя метелица одна клиентка у меня не смогла сегодня приехать попросила перенести ее на другой день вот а две будут попозже ближе к вечеру ну и пока есть время я решила сбегать тут позвонила знакомая девочка она швея и мы несколько дней назад отдавали ей танюшкины джинсы ушить таня приехала джинсы хорошие мы их покупали только летом смотрю висят на ней на попе висят в талии висят говорит еще что я не похудела какой не похудела только посмотри в общем говорю пока ты здесь нужно отдать немножко по фигурке сделать вот девочка позвонила говорит наташ готовы можете забирать ну и думаю пока у меня есть время пойду прогуляюсь тем более тут идти недалеко она живет напротив храма буквально пять минут и я у нее ну и в такую погоду просто в кайф если честно а я очень люблю гулять в любую погоду северяне наверное сейчас смеются надо мной скажут вот это разве зима всегда не пишите вот приезжайте к нам у нас минут 30 минус 40 минус 100 минус 150 и снега по шею нет уж лучше вы к нам ну для нас для южан даже вот такая вот погода уже это прям гг какая зимняя сами видите да какое лето мы обычно вам показываем и снимаем так заскочу сейчас быстренько колесе поздороваюсь давно не видела соседушку окно все поболтали стали себе пять минут поздоровалась не хочу ее особо отвлекать там она занята тоже а я у нас прям все метет и метет побегу дальше а то и девочка там которая меня ждет тоже немножко занята своими делами сейчас нету в принципе три минуты я у нее ой какой кайф зима зимушка зима наконец-то к нам пришла видите уже сколько снега обалдеть их жалко работаю топ танюшку вытащила на улицу в снежки поиграть она в питере уже говорит уже тошнит мам от этого снега вы тут как дети малые радуетесь вот я и добежала зимняя сказка да все забрала танюшкины джинсы сейчас прибегу домой еще у меня есть время наверное согреться быстренько попить чай и буду работать но я не знаю наверное снимать буду сегодня не буду маникюры я кстати могу в конце этого ролика вставить все маникюры которые я но не все какие-то частично снимала еще там перед новым годом декабре кому интересно можете посмотреть дома обалдеть сегодня ночью до минус 10 обещают я думаю хорошо под наметет если в таком темпе будет идти и дальше снежок а тут кто нежится на теплом полу а кайфует плюш ты знаешь какая там зима на улице зима зимняя снега мило пойдем на санках кататься а плюс тебя может хоть покатаю танюшку наверное уже все не заставишь а плюшу покатаем до плюс плюша смотри какой снег пушистый а давай снеговика слепим плюш таня смеется как она лапы трясет 23 и хамылем хамылем к дому плюш хоть снег увидишь за всю зиму изверги скажи изверги смешная такая лапами трясет ладно давай забегай эту лапы отморозишь ну смотри она не особо хочет а тебе нравится надо порог смести домой в тепло да скажи гуляете сами что лапы лижешь холодно да ну вот хоть немножко свежим воздухом подышала три минуты снегурочка плюша идите скажи нафиг с вашей зимой с вашим снегом мне скажи и дома хорошо в тепле а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а мы с Лешей отработали и едем сейчас в центр. Завтра же уже будем потихонечку собирать в дорогу нашу Танюшку и нужно кое-чего подкупить. Сижу Лешу, жду в машине, пошел в наше помещение, которое в центре, проверить, все ли там нормально, отопление посмотреть. И хочу ответить на вопрос. Несколько комментариев поступило и спрашивали Наташа, где купите такой светящийся красивый шар, как у вашей Кумы Риты. Ну вот я и сегодня написала, говорю, Кума, я насколько помню, он у тебя уже несколько лет. Где ты его покупала? Люди спрашивают. Она говорит, Кумочка, этому шару уже 10 лет. И это подарок, говорит, нам дарили его 10 лет назад Малышкиной Марина с Вадимом. Когда открывали, говорит, свой магазин, Мастер, ну многие из вас знают, Марина Малышкина, она тоже блогер, но она сейчас уже на ютубе не снимает, ушла на дзен. Вот, и когда они открывали свой магазин, говорит, мы приходили на открытие, они нам сделали такой подарок, подарили вот этот светящийся шар. Поэтому вот так, друзья. Где они его брали, я вам не могу сказать. Ну, видимо, где-то закупали. Так, мы приехали в Пятерочку. Думаю, что все здесь и купим, что нам нужно. Хорошо, что допоздна работает Пятерочка. Мы пока отработаем, то я, то Леша. До полодиннадцатого. С Новым Годом! Спасибо! Тепло здесь. Так, Танюшка попросила в дорогу колбаску и сыр. Говорит, мам, какую-то надо в вакуумной упаковке, чтобы в дороге быстро не пропало. Так, мы сейчас посмотрим, что тут есть у нас в дочи. Позвонила дочи, попросила она все-таки вот такой карбонат купить. Говорит, чтобы не жирный был, мам, потому что у меня в дороге и так постоянно подташнивает. Ну, в общем, мы определились на такой. Так, а сыр Танюшка попросила вот такой. Еще мне нужна маленькая пачка майонеза. Я хочу ей в дорогу к шаверму сделать. Кошачий наполнитель надо. Ой, а здесь что-то выбор. Не особо гранулированный. Нет, древесный не хочу. Ну, хотя бы такой, наверное, возьму. А что делать? Да, вот возьми. Таня попросила липтон в дорогу. Да, и какую-то водичку без газа. Я не знаю, или вот цветой источник, или черноголовку. Мне еще понадобится кетчуп. Лаваш армянский возьмем. Так, и нужно домой немного овощей. Мне нужна капуста, морковь. Компуста белокочанная у нас сегодня 38,79. Сейчас какой-то небольшой качанчик выберем. Так, капуста есть. Уж колока надо взять. Так, мандарины 109,99. Немножко возьму. А то нашу Танюху укачивает в дороге. Все-таки, может быть, кисленького захочется. Терочки не оказалось. Моркови. Так что придется сейчас еще сюда забежать. В Петрушку или в Дарой Кубани. Петрушка закрыта. Значит, в Дарой Кубани зайдем. Здесь морковочка есть. 40 рублей килограмм. Сейчас выберу, думаю, хватит пока. Тут совсем дома закончилось. Хороший магазинчик. Все здесь есть, что нужно. Маклажаны. Кабачки даже есть. Даже зимой, говорю, кабачки есть, да? Ох, у помидор сейчас цена, конечно, сказочная. Ой, как дома хорошо, уютно и тепло. А, Плюш, мы замерзли. Замерзли мы. А тебе тепло тут, да? Ну что, мои хорошие, в завершение этого ролика музыкальный подарок от Танюшки. Ох, уютно и тепло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Спасибо! Спасибо!